В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. На птицезаводе Благоварский намерены восстановить производство за два года. Накануне там была уничтожена большая часть поголовья из-за птичьего гриппа. Об этом телеканал РБК Уфа заявил директор предприятия Ренат Кутушев. Напомню, 19 ноября на территории Благоварского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения птичьего гриппа. Вирус был обнаружен на двух площадках птицезавода Благоварский и одном фермерском хозяйстве. На сегодняшний день на птицезаводе уничтожено более 13 тысяч гусей, 50 тысяч уток. Нанесенный предприятию ущерб подсчитывается специально созданной комиссией. Предположительно, птицефабрика получит компенсацию, исходя из рыночной стоимости птиц в живом весе. Сейчас на заводе ведется дезинфекция. У нас работало 350 человек по последним отчетным данным. Где-то 100-150 человек мы будем сохранять и разработать. Ну а для тех желающих, кто вынужден покинуть работу и так далее, мы сказали, что если есть возможность уволиться и найти работу, пожалуйста. Но все выплаты, которые положены государством за компенсацию и так далее, мы выплатим. Вероятная причина возникновения вируса, по мнению специалистов Управления ветеринарии Башкортостана, контакт с дикой птицей. На территориях, прилегающих к кочегу инфекции, подлежит уничтожению вся птица. У местных жителей уже изъято полторы тысячи домашних птиц. Наложен запрет на реализацию продукции. Это пух, перо, а также комбикорма. Они подлежат ликвидации. И в продолжении темы сельского хозяйства. Агрария Башкортостана на приобретение племенного скота возместили 285 миллионов рублей. В основном фермеры покупали телят, сообщили в Минсельхозе республики. Чаще всего молодняк приобретали в соседних регионах. На них приходится 37%. 34% телят завезли из-за рубежа. Оставшиеся 29% это животные из племенных хозяйств самой республики. Всего за 10 месяцев этого года фермеры приобрели более 4000 голов крупного рогатого скота. В основном молочной породы. Основная задача племенных хозяйств это улучшение существующего скота, улучшение породного состава. И они должны обеспечивать все другие остальные хозяйства именно племенной продукцией. В этой связи племенные хозяйства, продавая племенной скот, они, во-первых, продают дороже племенной скот, он дороже считается. А во-вторых, те сельхозтоваропроизводители или фермеры, которые покупают именно племенной скот, они получают субсидию до 50% затрат на приобретаемый скот. Поэтому здесь и племенные хозяйства остаются в выгоде, и те, которые приобретают. Напомню, в Башкортостане фермерам, которые приобретают племенное поголовье крупного рогатого скота, субсидируют 50% от затрат, но не более 60 тысяч рублей за одну голову. Численность безработных в Башкортостане в третьем квартале нынешнего года снизилась на 40% по сравнению с прошлым. В республике нетрудоустроены до 76 тысяч человек. Таким образом, уровень безработицы составил 4%, сообщили в региональном Минтруда. Сейчас в Республиканском банке вакансий 58 тысяч предложений. Это в полтора раза больше, чем в мае 2020, когда фиксировалось самое низкое количество вакансий. Рынок труда удалось восстановить благодаря федеральной программе. Республика по ней получила в этом году 4 миллиарда рублей. Например, уровень трудоустройства безработных увеличился в 2,5 раза. На переобучение направлено на 40% больше граждан. Более чем в 3 раза выросло временное трудоустройство граждан. Работодателям предоставляются субсидии. При трудоустройстве безработных заявлено уже почти 9 тысяч вакансий от 1300 работодателей. По этой программе работу нашли 1500 человек. Кроме того, с 2017 года внедрена система стажировки инвалидов. В этом случае работодателю возмещаются расходы на зарплату стажера и его наставника в размере минимальной оплаты труда, увеличенного на сумму страховых износов. Это 19 200 рублей в месяц. В программе приняли участие уже 600 человек. В Башкортостане в октябре выросло количество выданных автокредитов. В республике на заемные средства машину приобрели почти 3000 человек. Это на 1,7% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Также рост выдачи автокредитов наблюдается в Тульской области и Пермском крае на 4,7% соответственно. А вот у остальных субъектов из числа 30 регионов-лидеров по выдаче займов на покупку авто зафиксировано снижение количества кредитования. Самое значительное в Иркутской, Самарской и Тюменской областях более чем на 10%. По словам экспертов, дефицит новых автомобилей привел к повышению среднего чека автокредита, но к сокращению количества самих сделок. При этом жители страны стали чаще брать займ на покупку машин на вторичном рынке. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Американец поднялся на 69 копеек, курс 73 рубля 45 копеек. Евро прибавил 19 копеек до 82 рублей 77 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу покупка долларов в БКС банке за 74,65 и продажа доллара в Акибанке за 75 рублей 3 копейки. Наиболее выгодный курс покупки евро за 83,89 в банке Финамо и продажа евро там же за 84,24. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.